Приветствую вас, с вами снова я, Нил Нара И расскажу повестку сегодняшнего дня Что у меня сегодня было интересного Я получил большое удовольствие от физического труда Которого у меня не было уже несколько лет У меня всё более многомерная работа Мысленная, энергетическая, астральная И физические усилия у меня уже много месяцев как отсутствуют почти И много лет я так живу, что деньги зарабатываю многомерным трудом И вот сегодня мне предстояло быть тем, кто является с датчиком гаража Отец мой владел гаражом, и я у него его купил Год назад И с тех пор он, он вообще много лет пустовал И Мне предстояло Пришли покупатели, спросили у меня есть Могу ли я сдать гараж Ну, две недели для начала И я согласился Но там машины не было давно Там всякая рухлядь, старые запчасти И всё, что бывает Склад всяких вещей Большая часть ненужных, старых Которых выкинуть пора Год назад мы с отцом вывезли ценные вещи оттуда В другой гараж И сейчас Осталось рухлядь всякую убрать Вот я пришёл В подвале там много железа всякого Кряпки, автомобильные запчасти Мусор Всякие другие Житейские вещи старые Ржавчины много И вот предстояло всё Гараж мне вычистить сегодня И после этого должны были приехать Новые временные арендаторы этого гаража Вот я занялся Открыл гараж И начал потихонечку всё Мусор складывать В мешки Крупные Вещи выносить на помойку И я заметил Что гараж Был в таком полудремлющем состоянии Это я говорю о духе гаража Если вы знаете Есть такой домовой Который Живёт По старым Историям Живёт Ну в домах В деревнях И вот оказывается У гаража Оказывается Тоже есть свой дух Он тоже живое существо У него есть своё астральное тело Которое обладает Кое-каким разумом Энергией Некоторыми другими Частями Домового В общем Очень похож на домового Только выглядит он Вот как раз Фильмы Последние Кто смотрел Фильмы Трансформеры Трансформеры Называются По-моему Где автомобили Преобразовываются В таких Трансформируются В роботов Таких гигантских Ходячих Самолёты Там всяких Существ Всяких существ Быстро меняются Игрушки такие Выдаются Вот что-то Похожее И имеет Дух гаража Вот примерно Как-то так Выглядел На такой Трансформер Который мог Менять Немножечко Свою конфигурацию Но в основном Он был похож Образ его был Очень смахивал На последнюю машину Которая там стояла Вот там Микроавтобус стоял Раньше Последний Это очень похож На него Только Он немножечко Менял свою конфигурацию В зависимости от того Что как С кем общается Или что Или что делает Он Ну вот Больше на робота Похож Вот такой Дух Робот Хотя И вот Когда я вошёл Он Увидел меня И почувствовал И ко мне Хлынуло тепло От него Такая И надежда Что вдруг Что Я заселюсь сюда Или вот Начну здесь Что-то делать И Появится Жизнь здесь Появится Общение со мной Он обрадовался Он почувствовал Любовь ко мне И я к нему Почувствовал любовь И мы Одновременно Там множество разных Там уже вещей Много всяких И каждая вещь Оказывается Тоже имеет Дух Энергию Астральное тело Вот Вот этот набор И Набор Некоторых тел Конечно Там разума мало Но все-таки Что-то есть Такое Живое Живые существа На астральном И на многомерных Планах Все вещи Даже те вещи Которые Ржавеют Портятся Там Распадаются Даже они Имеют Какие-то Сгустки Энергии Небольшого Разума Низерного И вот Эти вещи Тоже встрепенулись И почувствовали Что сейчас Они Перестанут Лежать на месте И Им будет Придано Какое-то движение Какая-то жизнь Их захватит Приключения Путешествия Конечно Те вещи Которые стал выносить Были в предвкушении Новых путешествий Потому что Их повезут На свалку Какое-то движение Они будут Созерцать мир Вокруг Они Изменят место жительства А еще некоторые Особенно железные Или Цветные металлы Или Части с цветными металлами Как раз У них еще больше Приключений Намечается И как раз Когда Потому что Они ценятся Есть люди Которые их Собирают На свалках На помойках И Среди гаражей Собирают И сдают В цветной металл Ну В металлолом Даже Поспрашивал Килограмм меди Стоит 200 рублей Ничего себе То есть Уже Навар хороший Хотя Там Алюминий Стоит 20 рублей По-моему 25 Я Спросил Потому что Когда я выносил Все это На мусор Как раз Подошел Такой человек И Спрашивающий У меня Есть ли у меня Медь Или латунь Я ему В пакетах Показал Что у меня там Нержавейка Есть Алюминий Он обрадовался Он взял И мы с ним поговорили Я у него спросил А сколько сейчас Стоят цветы металла Он перечислил Разные цены Даже там Некоторые советы дал Что где можно сдавать На каких Пунктах Будет дороже Ну я так Сказал Я так Посмотрел Начали Хотел Все это Само Вывести Потом Подумал Что там Может Сто килограмм Наберу А может быть Нет Там У меня в гараже Погреб Не сделан Там Пустой Пол Есть И под полом Пустое пространство Ну не пустое А заполненное Разным хламом И железным Всяким И неподъемным Железным Там Дверь Шкаф Сейф Железный Трудно поднять Я так Позвонил Другу Спросил Какие у него цены Может ли он Подъехать на машину И выгодно будет Там Если мы там Двадцать Тридцать килограмм Или там Пятьдесят Накидаем В машину И отвезем Металлолом Он мне сказал Что где-то Сто килограмм Ой Да Сто килограмм Черного лома Стоит Где-то Триста Рублей И я подумал Ну так Я ему спросил А сколько ты За бензин И за помощь Взял бы Он сказал Ну если двести Рублей дашь Нормально Я подумал Ради ста рублей Стоит ли Вот Столько Там Несколько часов Погружать Потом Ну Несколько часов Работа заняла Погрузка Потом Ну Доставание Потом выгрузка Извешивание Я думал Стоит Мне за 100 рублей Полдня Возиться Я Проще На мусорку Вывезти И другие люди Которые Меньше зарабатывают Как раз Им на пользу Я так и сделал И однако Каждая вещь Даже вот этот Цветной металл Имел свою энергетику Когда Вывез Там Знаете Такие диски Есть Ну колесо Обычное От машины Резина А в центре Железный диск Я такой Ржавый диск Вытащил Из гаража И Взял В оберке Там Другие Тяжеленькие Вещи Ну там Канистры С каким-то Старым Маслом Понес Это все Ногой Катя Этот диск И диск Имел свое Живое существо Которое Ну с радостью Катилось Наконец-то Оно перестало Лежать Дух Дух диска Так радовался Что я его качу Ну я ногой Его так Подталкивал Одновременно Какие-то Существа Похожи на гномиков Бегали вокруг И тоже Пробовали катить Ну как-то Не катить У них Они не могли Катить Конечно Они как-то Пытались Мне помогать И тоже Вот когда Я раз Катил Они подбегали Так и пробовали Трогали этот диск Пробовали Тоже Ускорить Ну у них Конечно Ничего не получалось Они просто Играли Как дети Я не понял Что это Живые существа Но они Жили в моем гараже Гномики Гаражные гномики Надо выяснять Что чьи они Может они Каких-то вещей Я не присматривался Ну Духи Каких-то вещей Там Оставшихся В гараже Или просто Составные части Этого гаража А кто их знает А может быть Еще Рядом Живущие гномы Там уже Под землей Они живут Просто под гаражом Еще Может живут В общем Похоже на гномиков Астральные Такие Существа Вот Я Я впервые Вот Еще Физически Поработал Даже Спотел И мне было Приятно Я раньше Физический труд Не любил Потому что Наверное Ощущал Что Работаю На какого-то Человека И большую часть Денег Или Заработанного Ну Или Какого-то Эквивалента Благодарности Мне за труд Уходит Хозяин Или другим Кому-то Там Или Хотя нет Это просто Не мой труд В этой жизни Физический Это не мое дело Я Уже прошел Этот опыт Физического труда Насытился И уже не хотел Поэтому я К труду Как-то Относился Не любил Никогда Физическую работу Почти никогда Нет Было иногда Когда Курьером Работал Вот это И некоторые Другие работы Вот Мне нравилось Физический труд И здесь Ну не очень А вот Сегодня Я наслаждался Физическим трудом Потому что Я это делал Осознанно И я знал Что Я на себя работаю Все чисто Для меня И на себя Потому что Вот Мне заплатили За Две недели 1200 И вот У меня будет Капать зарплата Ну вот За полмесяца 1200 Вот Как раз Большая Небольшая Зарплата Сколько там 80 рублей в день Или На коммунальные услуги Как раз Хватает Я Я знал Ради чего Работаю То есть За какие-то Деньги И за За то Что будет Людям хорошо Те Кто снимает У меня Этот Гараж Тоже очень рады С удовольствием Расплатили со мной То есть Многогранная Многомерная Польза Для всех И одновременно Когда я вот Ну там Вынимал Некоторые вещи Из подвала Тоже мусор Какой-то Вытаскивал Так слегка Общался С этим Ну На тонком плане Общался С духом Гаража И он так В надежде На меня смотрел Ну я Мысленно сообщил Что это я делаю Для того Что сейчас У тебя будет Новое хозяева Теперь ты не один И он тоже Так заинтересованно Заинтриговал я его И он так заинтересованно На меня смотрел Какое-то Телепатическое общение Было такое Многомерное И он В ожидании В предвкушении Что сейчас К нему Придут гости И новые хозяева Временные Хотя бы Будут до него Он у меня Он начал уже Энергию свою Переключать на них И когда они приехали Там часа через два Три Ну два Да Он стал на них Смотреть вначале Вот как Собаки Немножко Как-то Примехиваются Так вокруг них Плавал Так Ну такое Существо энергетическое Так вот Оно Он то в робота Мог может превращаться То в машину То в какого-то Как-то Развеивается Энергия Своя Окутывать Этих Людей Ну там Отец Сыном Сын Свою машину Там Сломалось Все До этого Снял гараж Они Подворен Поехали Стали осматривать Гараж Там Мы с ним Стали общаться И он К ним Стал привыкать И почувствовал Что к ним Тоже начинает Тепло Чувствовать Любовь Такую Что они Они теперь Его Будут Обогревать Они включат Там Отопление Будут Там Заниматься Будут В общем Общение Начнется С ними Вот Да Помещение И квартиры В квартирах Тоже есть Своё Живое Существо И когда Любое Помещение Заполняется Заброшенное Или новое Заполняется Человеком Оно Чувствует Тепло Она Обменивается С человеком И вот Такой Домовой Есть В каждом Помещении Даже В заброшенном Даже В ветхом Доме Который Вроде Умирает Разваливается Даже Бомжи Заселяются В некоторые Старые Дома Которые Никому Самые Бомжи Как-то Обогревает Своим Человеческим Теплом Они Тоже Многомерные Существа И Например Дом Начинает Ветшать И разрушается Быстрее Когда Он Пустой А вот Как только Приходит Человек К нему Даже Если Он Разрушался До Этого Дом Начинает Стараться Для этого Человека Всё Делать И Как-то И Более Бодро И Продлевает Свою Жизнь Даже Вот Энергетически Начинает Обмениваться С ним Чувствует Тепло И Поддержку И Уменьшает Скорость Распада И Разрушения Себя Потому Что Он Чувствует Что Он Нужен Кому-то Человеку Служит В Это Время Вот Такие События У меня Произошли За Сегодняшний День Я С вами Поделился Новыми Пониманиями Что Происходит И Для Вас Это Намек Что Вашей В каждой Из ваших Комнат Есть Своё Существо Которое Является Хранителем Этой Комнаты А на Кухне Есть Своё Существо Даже Целый Набор Существ На Кухне Живут Такие Немножко Поедатели Энергии Это Например В холодильнике Живут Поедатели Некоторые Ну Они По-разному Выглядят Они Больше Похожи Некоторые На Висят И Плавают Существа Которые Вот Тот Пар Пищевой Который Ну Вот Когда Пища Готовится Идёт Пар Например От Супа Там Или От Картофеля Там От Любой Еды Какой-то Пар И Вот Эти Парами Питаются Существа Которые Плавают Над Плитами Кухонными Они Энергетические Такие Они Как Когда У вас Видение Несновидение Откроется Ну Я их В виде Плавающих Энергии Вижу Больше Они Формы Обычно Не имеют Хотя Могут Принимать Какую-то Форму Когда Тот Продукт Который Они Потребляют Себя Имеют Какую-то Форму Чёткую Когда Картошка Пар Идёт От Военной Картошки Конкретно Существа Плавающие Над ним Начинают Принимать Больше Форму Ближе К Картофелю Такой Шарики Картофельные Плавают И впитывают Этот пар Картофельные Вот такая Многомерная Жизнь У каждого Из вас В квартирах Учитесь Можете Общаться С ними Потому что Они тоже Понимают И чувствуют Любовь И отдают Её обратно Они Заботятся Они И охраняют Квартиры И наши Помещения И реагируют На приходящих Людей Если человек Например Неприятно Те люди Которые Пришли К нему В квартиру Они Начинают Обороняться Они начинают Мугать Начинают Влиять На того Человека Который Который Нежелателен И пытаются Его выжить Или выгнать Как-то Вот так Вот Такие Сторожевые Собачки А если Человек Любят Приходящего То Они Тоже Начинают Любить Того Кто Приходит Вот Такие Многомерные Многомерная Жизнь У нас У каждого Из вас Там Где он Живет Там Где он Бывает Это Касается Офисных Помещений И Тех Помещений Где вы Работаете Заводы У каждого Завода Есть Как свой Грегор Так Свой Дух Так и Более Мелкие Существа Которые Отвечают За Более Мелкие Процессы Наверное Я Сегодня Рассказал Вкратце О Своей Сегодняшнем Дне И вообще Многомерной Жизни Открыл Еще Одни Аспекты Этой Жизни И Наверное Я Завершаю Видео До Следующей Встречи